Здравствуйте, друзья! С вами канал Простоучилка и я, Елена Владимировна. Сегодня говорим о поиске общего знаменателя. Обычно для этого поиска мы применяем НОК. Это наименьшее общее кратное. Оно же наименьший общий знаменатель. Сейчас покажу, как он выглядит обычно, а также поделюсь своими соображениями, почему этот метод не очень хорошо работает. Вот как обычно выглядит наименьшее общее кратное в том виде, в котором учителя его дают в шестом, в основном в шестом классе. Бывает, что и в пятом. Это не так важно. А теперь давайте посмотрим, как удобно делать это не вот в такой вертикальной форме, а немножечко в другой. Итак, показываю секрет. Аккуратно берем карандашик. Я беру маркер, чтобы вам было хорошо видно. И раскладываем 8 на простые множители. 8 – это 2, умноженное на 2, умноженное на 2. Берем 6 и раскладываем 6 тоже на простые множители. Это 2, умноженное на 3. Теперь идем в большее число. Это 8. И смотрим на эти простые множители. Чего не хватает? Какого числа не хватает? Здесь, чтобы увидеть вот в этом разложении шестерку. Не хватает одной троечки. Давайте допишем эту троечку сюда. Не хватает одной тройки. Вот сейчас я увидела число 6 в этом разложении, добавив 3. Обведу. Это 6. И я теперь утверждаю, что общий знаменатель – это совершенно точно вот это получившееся число. Дважды дважды 2 – 8. 8 умножить на 3 – 24. Совершенно точно смело могу ставить 24 в мой общий знаменатель. Теперь давайте посмотрим, на что мне нужно домножать в моих вот этих лодочках. Я число 8 домножила на 3, поэтому ставлю сюда 3. На что мне домножать 6? На то, чего не хватало в этом числе. Здесь было 2 умноженное на 3, а чтобы стать вот этим большим числом, мне не хватает одной двойки и еще одной двойки. Если я домножу сюда на 2 и сюда на 2, я также получу 24. Вот таким образом вы можете попробовать использовать ног, наименьшее общее кратное. Просто вот эта вертикальная система, она ребятам не очень нравится, выглядит как отдельный пример, и они не понимают, как ее приматывать к поиску общего знаменателя. Все, друзья, если информация пригодилась и понравилась, то поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. А если остались какие-то вопросы, присылайте мне в комментариях номер из учебника, автора учебника и ваш класс. Я вам помогу. Спасибо.